Вот смотрите, вы сами это все проходили уже, да? Двойка на скачке. Да, двойка. В челноке двойка. Левый, правый, прямой. Да? Да. Пробили. Показали мне. Еще раз. Стоп. Посмотрите, какая сука возникла. Смотрите, ребята, вы все, ну, хуже, лучше, это все равно двойка была, да, как бы это его скачок, подскок, левое бедро, правильно, да? Здесь возникает такая ситуация, чтобы вы понимали, а люди спрашивают, а с кем я считаю, показывать и разбирать. Вот когда мы просто выкидываем кулаки, да, по воздуху, у нас инерция вращения здесь растянулась, оно обратно само пошло. Но когда вы боксируете с противника, когда вы работаете на мешке, то какая-то масса через... вы бьете через пространство, через воздух, да? Стой. Да стой ты, что такое? Я обычно не промахиваюсь. Вы попали в противника, попали в мешок. Мягкая субстанция. Ваша инерция там погасилась, ваша вся масса, энергия вошла в противника, правильно? И вот вы сейчас сделали, когда эту двойку, вы все, сделав двойку, фактически остались после этой двойки на месте. Что это значит? Это значит, что вы не сделали третьего, второго, точнее, третьего движения, потому что левый, правый это раз-два, да? И вы не сделали третьего движения, которое как раз вас и обезопасивает. А именно, какое это движение? Отскок с вращением. Вот о чем разговор. То есть у вас было вот такое движение, вы сделали вот такое действие, посмотрите, и вы вернули руку, фактически вы на месте остались. По факту здесь же за вашей рукой сразу идет контратака противника, правильно? Но если вы добавите все-таки вот это возвратное движение, а это усилие, вот как у вас туда должно было пойти усилие, здесь идет усилие, то и третье движение. Вы не руку забираете как раз этим действием, а делая движение вращения ногами бедра с отскоком, точнее отскок с вращением обратным, ваша рука еще находится перед вашей головой, и вы себя защищаете. Раз-два-три. Смотрите, куда я обратно вернулся далеко. Доходчиво? Покажите мне, пожалуйста. Вращение. Таз подбери, Миша. Имир, справа садишься. Длиннее справа. Отпрыгнуть. Отпрыгнуть. Обеими ногами отпрыгнуть, Миша. Отпрыгнуть надо. Широко многие стоят. Справа не садиться. Бей. Вот и отпрыгнуть вверх. Достань левый, левый достань. Вот, и отпрыгнуть. Вращением отпрыгнуть, Мир. Видишь, правая нога чуть у стола за левую, не сможешь ударить. Чуть правее правую ногу. Крути бедро, Миша. Крути бедро, включаю. Имир, кулаки сжать. Сжать кулаки. Раз-два. Нет левого бедра, нет левого бедра. Доставай. Не достал. Доставай. Но где бедро правое? Вон куда же должно было. А теперь отпрыгивай ногами. О! Вот так доставим. Доставай бедро, Имир. Бедро дай. Раз. Во! Вот туда ты можешь это максимально сделать. Не поднимай плечо. А теперь отпрыгивай назад, бедро крути. Доходчиво. Ещё раз. Бедро включи правое. Молодец. Только не торопись. Медленно сделай, ты мне сейчас руку сломаешь. Медленно. Раз-два. О! Смотри, какой запас появился. Да, понятно? Смотри, твой кулак, твой кулак. Закрывай тебя. Вот я тебя обратно атакую. Понимаешь? Покажи. Не достал. Вот такое вот движение. Бедро. Не достал. Не достал левое бедро. Включай. Во! Вот туда давай. Вот не поторопись руками. Ещё. Дай бедро правое. Во! А теперь не руку забирай. Прыгай назад. Молодец. Дошло? Пока уже. Не достал левый. Вот-вот-вот-вот. Туда прям. Прыгни бедром меня. Во! Ну достань, достань, остановись на правой руке. Молодец. Вот кулак. Отпрыгивай. Да. Доходчиво? Да. То есть не руку забираете. Понятно? Именно два движения. Раз-два. Опа, отпрыгнул. Конечно, не встанут здесь ноги. Не надо стараться здесь жестких ног делать, но это в динамике не получится. Раз-два. Вращением отпрыгиваю. Доходчиво? Молодцы. Бедро получилось? И тогда руки ваши являются... Они здесь идут перед ваней, выталкиваясь. И назад вы не руку забираете, а делая, отпрыгивая назад вращением, рука сохраняет положение перед вашим лицом. И закрывает вас. Доходчиво? Молодцы. Пользуемся. Все. Молодцы, все. Так, завтра давайте еще на улице. Есть желание? Да. 8-30, 10, ну давайте так же, да? В 11-30. Да, все. Рашид. Ну вот момент такой, да, что спрашивали, да, что когда я вот бью там справа, остается, рука останавливается, приходится останавливаться. Конечно, ты останавливаешься. Когда просто рука облетает, она как бы сама возвращается. Растянулась связка обратно. Но когда вы работаете в противнике, я сейчас говорю, или по мешку работаете, ударил, оп, и тут расстается. То есть вы сократили, вы бьете у кулака, вылетает на средней дистанции. И тут ты ударил, рука не вернулась, масса инерции погасилась в этом противнике, в этом мешке. Надо приложить усилие, чтобы вращением обратно уйти. Не руку отдернуть, тогда голова остается. Или отпрыгнуть, если ты делал движение в прыжке. Либо шагалка. Раз, два, и обратное движение, то же самое. Не руку забираю, а вращением отшагиваю назад, ухожу. И кулаки, как шли перед вами, на ударе закрывали вам подбородок, также закрывают вас обратно. Естественно, это приложить надо усилие, то есть дать сигнал ноге. Вращение туда, вращение обратно. Вращение не забираю руку, а отпрыгиваю с ударом. Ой, отпрыгиваю с вращением. И в этом случае, конечно, тогда ваши кулаки постоянно закрывают вас как на ударе, так и на возврате. Но, конечно, остановка будет, вы же втыкаетесь в противника, как бы то ни было. Поэтому, да, надо приложить усилия корпусом. Не рукой, а корпусом. Рука пойдет за корпусом. Здравствуйте, друзья! У меня есть хорошая новость. У нас появились дополнительные места на сбор в Крыму с 20 по 30 сентября. Уже с разных городов люди приезжают. Вот у нас появилось еще несколько дополнительных мест. Естественно, что группа единомышленников, бархатный сезон, красоты Крыма. Ну и, конечно, еще такая есть у нас новость, что с нами будет участвовать участник, принимать участие на сборах, в нашем сборе будет участник Олимпийских игр Саадат Долгатова. Вот. Поделится с нами какими-то секретами сборной, новости сборной, расскажет нам про Олимпийскую, про саму Олимпиаду в Токио. Я думаю, будет интересно. Ссылка внизу, переходите, смотрите. Есть еще несколько дополнительных мест. Так что успеваем. Хорошая атмосфера и настроение будет гарантировано. Всего доброго! Бог с нами!